Выяснить, кто сильнее, можно только на ринге. Еще один расхожий стереотип. Недавно в Омске прошел батл по брейк-дансу. И здесь уж батл был на самом деле серьезным. Сегодня у нас участники этого мега-батла – команда Ларива Флейва. Ну, а также заслуженный брейк-дансер со стажем, уже признанный в батл-кругах мастер Амир Закиров. Доброе утро. Доброе утро. Амир, во всех соревнованиях есть какие-то правила. Какие правила соревнований по брейк-дансу? То есть засекает, кто дольше прокрутится на голове? Или какие-то еще есть моменты? Ну, это самый распространенный миф про брейкинг. Так было, да. Когда брейкинг зарождался, то есть кто больше прокрутится на руке, то ты чемпион. Сейчас это глубоко не так. Сейчас оценивается вообще все. То есть от подачи, во-первых, от мимики просто, от эмоций, как ведется батл, до чистоты выхода. То есть не должно быть падений. Также оригинальность, красота. То есть просто выход должен быть красивым. Он должен понравиться. Нужен творческий подход, да? Придумать еще, как падать танец. Да, обязательно. Нужно показать себя в первую очередь. Ну и много вообще участников было в этом турнире? В этот раз у нас было больше ста участников, как мы и планировали. То есть популярно это движение в Омске, да? Да, в Омске, да. Спасибо большое. Не терпится уже увидеть все своими глазами, как танцуют ребята. Ну а мы с вами прощаемся. На этом прощаемся, да. Желаем провести выходные вопреки стереотипам. Да, не заниматься стиркой, уборкой, как это обычно бывает, а веселиться, отдыхать и проводить время с пользой. Этот рассвет с вами встречали Наталья Азмага. И Антон Бобот. Пока-пока. 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 Пока-пока.